Мур, привет друзья, с вами Зверько. Я получил ну очень много просьб на гайд по реворкнутому Хаябусе, поэтому держите, а помогал с гайдом мне Рюджин. Почти 70% винрейт на Хаябе за 500 игр. После реворка Хаябуса стал более скиллозависимым, но одновременно с более гибким геймплеем. Даже на мифике встречаются игроки, которые собирают его в автоатаку через криты и отыгрывают им вполне успешно. А все благодаря изменению второго навыка. На нем и сделаем упор. Навыки. Пассивка. Когда Хаябуса наносит урон навыками, добавляется теневая метка. Каждая метка увеличивает урон на 4%. Всего метки можно повесить 4. Они светятся над противником. Урон добавляется только для навыков Хаябусы. 4 метки, множим на 4%. Это будет 16% усиления. Кроме того, разработчики обещали повысить показатель на 1% и в фуллстаке усиление будет 20%. В основном это используется для увеличения урона ульты, либо добивания после нее. Первый навык. Сюрикены-бумеранги. Тут все просто как и раньше. Бросаете сюрикены в 3 стороны. Возвращаясь, сюрикены наносят еще немного урона. Эрегене чуть-чуть ману и хп. И конечно немного замедляют противника. Эреген не очень существенный. В основном навык используется для набивания пассивки, добивания, замедления и конечно фарма. Второй навык. Тени. При применении Хаябуса делает прыжок и раскидывает тени крестом. Да простят меня православные, не хочу садиться за Хаябусу. Итак, 3 тени перед вами, на расстоянии в 4 корпуса. И задняя тень довольно далеко от вас, на 3 корпуса сзади от точки применения. Тени наносят урон и замедляют противника. И как в старой механике, если вы попали ими во врага, вы прыгаете прямо к врагу при возврате. Что приятно, каждый прыжок сокращает кд первого навыка, примерно на 1 секунду, ускоряя и без того быструю перезарядку. Применение более подробно расскажу в тактике. Ульта. Тут все по прежнему. Но убрали имбовую зачистку крипов, под названием 1 удар 1 труп. И в дальнейшем уменьшат отхил с навыка. Ну что же, друзья мои, в этом плане отвыкаем от тактики. Раскинул тени, ультанул и ты красавчик. Эмблемы. Хаябуса фармозависим, поэтому берем эмблему убийцы. Сперком охотник за головами. Способности. Тут берем, конечно, возмездие. Поскольку большинство из нас играют не в группе из 5 человек, а Хаябусе очень нужен баф. Сейчас поговорим о тактике. Хаяба очень скиллозависим, поэтому игры на нем придется наигрывать, чтобы добиться желаемого результата. Очень внимательно раскидывайте тени, и вот вам несколько вариантов их использования. Убийство. Стандартная тактика. Кинуть тень под башню и нажать ульту. Это понятно, тут все банально. Лучше всего, если вы одной тенью смогли попасть в противника. И не обязательно передней, можно и боковой. Главное, чтобы вы, возвращаясь к задней тени, были вне действия башни. Даже если ульта на ГД, вы всегда можете раскинуть тени и постараться попасть хоть какими-то в кусты. Главное правило не попадать тенями в камни. Таким образом, прыгая между тенями, вы сможете наносить удары чаще, чем противник, и сокращать КД сирюкенов. Отход. Золотое правило не попадать тенями в препятствия действует и тут. Убегая от одного противника, вы можете замедлить его, попав с задней тенью. Но! Если противников хотя бы двое, вы таким образом исключите возможность скачка назад. Значит, кидайте тени так, чтобы они попали не во врага, а в свободное пространство и желательно кусты. Если противников несколько, кидайте тени, но не прыгайте сразу в какую-то тень, а планируйте отход, следя за противником по мини-карте. Возможно, они будут вас ждать у задней тени или какой-то боковой. У вас всегда будет 4 варианта перемещения. Фарм. Хаяба должен формиться как проклятый, и тут тоже помогают тени. Например, получив 4 уровень, мы способны раскинуть тени так, чтобы одна тень была у пачки крипов, а задняя ближе к лесному мобу. Скачем к передней тени, ультуем и возвращаемся к задней забирать лес. С изменением леса я пока не смогу спрогнозировать изменения этой тактики, но пока работает. Также тенями можно пугать противников и разводить их на использование блинка в способностях, ведь кд блинка 120 секунд, а теней 8. Сборка. Начинаем с мочите хищника второй формы. Магические сапоги, наши кд. Топор кровожадности, отхил и кд. Клинок отчаяния. Вот его надо собирать как можно быстрее, без потери в скорости фарма, поскольку он наша основа урона. Бесконечная битва. Опять же, кд, отхил с руки и дополнительный урон, зависимый от физического показателя, который мы разогнали с помощью клинка отчаяния. Золотой метеор поможет в критических ситуациях и даст сопротивление магии. Клинок семи морей усилит нашу ульту. Почему в конце? Поскольку наши цели это тонкие персонажи, у них все равно есть врожденный показатель брони. И этот клинок будет срезать эти значения. А вообще, наша основа это топор, меч и бесконечная битва. Все остальное на ваше усмотрение. На этом, друзья мои, все. Подписывайтесь, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok